Здравствуйте, я Тамуля и добро пожаловать на мой кулинарный канал. В этом видео мы будем готовить салат Оливье, украшенный в виде символа 2021 года, бычка. Такое мультяшное украшение наверняка понравится как взрослым, так и детям. Если вы вдруг не любитель Оливье и решили его не готовить, по такому принципу вы можете украсить абсолютно любой салат. Ну что, поехали! Что же нам понадобится? Понадобится яйца 6 штук, плюс одно яйцо или часть какого-то белка на украшение салата, 400 грамм докторской колбасы, плюс пару слайсов для украшения. Стандартная баночка зеленого горошка, маринованные огурчики, если маленькие, то 12-15 штук или 2-3 средних. Буквально 2 черные оливки, 3 небольших картошки, отваренных в мундире и 1 средняя морковка. Один кусочек хлеба и пару слайсов с салями для украшения. Также для украшения я использовала микро зелень. Можно выбрать петрушку, укроп или вообще не украшать зелень. Тут уже на вкус и цвет. Ну и не стоит забывать о ручке, многие им пренебрегают, а зря. Но я предпочитаю в салате именно такой красный лук. Начнем готовку с очистки морковки и картошки, которые были предварительно отварены в мундире 25-30 минут. Нарезаем овощи достаточно большими кубиками, чтобы в итоге при перемешивании наш салат не превратился в кашу. Конечно, если же вы такой большой любитель мелкой нарезки салата, как моя мама, естественно, я ни в коем мере не смею вам возражать, потому что в итоге салат должен понравиться вам и вашим гостям. Ну а пока я нарезаю овощи, чертите в комментариях, за какую команду вы болеете. За команду крупно нарезанных овощей или меленько-меленько. Мне очень интересно, кто со мной. Так-так-так, приступаем к нарезке колбаски. Нарезаем ее крупно, так же, как и овощи. Колбаску вы можете заменить, например, вареной курицей. Или с чем вы там любите салат оливье. Я, например, больше всего обожаю оливье с курицей, но поскольку я решила украшать бычка именно докторской колбаской, то мне показалось, будет логично, если она будет присутствовать и в салате. Немножко перемешаем, чтобы потом было проще. Ну и приступим к огурчикам. Я выбираю маленькие огурчики, потому что, во-первых, они больше хрустят, чем средние или крупные. Ну и мариновочка конкретной фирмы маленьких огурчиков мне нравится больше всего. Если выбирать из средних огурчиков, то можно взять 2-3 штуки. Но это не по вкусу все. Я в данный момент выбрала 12 маленьких, но после приготовления салата все же добавила еще 3 штучки. И у меня получилось 15 маленьких огурчиков. Переходим к яйцам. Чем больше яиц в оливье, тем он более нежный. Но тоже с яйцами не стоит перебарщивать. Для такого количества овощей, как у меня, 6 штучек, это выше крыши. С нарезкой яиц я не заморачиваюсь. Режу их очень крупно, потому что, когда салат перемешивается, яйца еще больше размельчаются. И да, я забыла про лук. На этом этапе я уже решила добавить зеленый горошек. К сожалению, зеленый горошек это фирма в этом году оказался очень мелким. Старайтесь горошек выбирать по максимуму крупным, тогда он лучше прочувствуется в салате. Но раз наш салатик получился не сильно по ППшному с колбаской, то я добавила майонезик. Ну как майонезик, но он слышит, это майонезный соус с минимальным количеством жирности. Он максимально легкий, потому что, в принципе, все ингредиенты достаточно такие тяжеловатые. И еще кидать туда майонеза 60-80% или сколько там процентов, ну смысла просто нет. Также я не забыла поперчить оливье. Многие этого не делают, но лично для меня оливье без перца не то. Всего у меня ушло 2 трети стандартной пачечки майонеза. Но тут на любителя добавляйтесь как раз что угодно. Ну и как я говорила ранее, я постоянно забываю про лучок. Как в видео, так и в реальной жизни. Не делайте малкаша. Как мы с вами крышим лук? Мы его крышим мелко-мелко-мелко. Потому что, в отличие от овощей, крупные кубики лука будут совершенно мясь. Добавляем лучок в салат, и у нас осталось совершенно немного. Мы всего лишь перемешиваем салатик и переходим к украшению. Это самая интересная часть. Заранее я приготовила кулинарное кольцо диаметром, как вот эта вот тарелочка. В итоге салат будет выкладываться в более крупную тарелку, но в моем случае удобно сейчас вырезать носик и прочие детали, именно смотря в эту тарелку. Ссылка на видео о том, как сделать кулинарное кольцо своими руками, сейчас плывет справа сверху. Ну что ж, мы вырезали носик, и теперь приступаем к ушкам. Вот такие вот у нас ушки с вами вышли. Теперь вырезаем ротик и серединку для ушей. Уже без серединки. Я персоциалист и для объема это все-таки требуется. Также нашему бычку понадобятся брови, туда без них. Теперь приступим к глазкам и ноздрям. С белками на глазам не пришлось пройдите больше всего. Самое сложное в этом деле вырезать их так, чтобы они очень хорошо сели в салат, и на них потом гармонично смотрелись. Не забываем про рожки, вы можете выбрать кусочек хлеба абсолютно любого цвета по вашему вкусу. Я вырезаю на глаз, но при желании из бумаги вы можете сделать заранее заготовки нужных элементов и уже по ним вырезать. Берем форму для салата, выкладываем ее на тарелки так, как нужно именно нам. Слегка сбоку, потому что справа у нас будет располагаться зелень. Накладываем форму салата до нужного уровня. Хорошенечко его утрамбовываем в форме. Для того, чтобы поверхность салата была более однородного цвета, слегка покрываем ее майонезом. Аккуратно достаем салат из формы. И вжух! Как говорил Пила, 4 стены и дом готов. Только он нацкруг. При необходимости слегка выравниваем форму. Выкладываем носик. Ушки. Оформляем улыбочку. Добавляем мушкам объема. Формируем глазки. Добавляем брови. Ну и рожки. Куда же без них нашему бычку? Посмотрев на то, что получается, я решила сделать брови немножко пошире. Потом добавила моздри. Сменял на брови глазами пейзажиста. Я поняла, что что-то здесь не то. И слегка решила подравить их в форму. Ну что, так ведь гораздо лучше. Ну и конечно, добавление зелени так же сыграло свою роль. Если вы досмотрели до этого момента, значит вас наверняка заинтересовало мое видео. И я бы была безумно благодарна, если бы поставили мне лайк. Ну а подписка на мой канал сделает меня невероятно счастливей. Хоть это первое видео на этом канале, но далеко не последнее. После оформления у нас, кстати, осталось еще немного салата. При желании, особенно если у вас есть детки, можно оформить маленькие порции точно так же. Очень надеюсь, что мое видео помогло украсить ваш новогодний стол. Хороших праздников, но и всего наилучшего! Субтитры сделал DimaTorzok